друзья привет снова делаю очередную красивую баночку с крышечкой вот значит она у нас размером метр двадцать на пятьдесят и шестьдесят шесть высотой стекло будем использовать двенажку для такого ну вот большие стекла это две ножки ведь потому что как бы давление воды большое значит смотрите дно что касается дна я уже его сложил да вот тут что нужно отметить что дно я всегда делаю как бы это вот лом смотрите внимательно это классный такой лом заводской никакой полировки никакой шлифовки ни в коем случае значит полировка используется только тогда когда это прозрачный герметик да и это необходимо визуально как бы чтобы чтобы была прозрачность как бы да тогда не как бы дно мы полируем вот смотрите стекла соединяю между собой как обычно плавающее дно ну кто еще не знает посмотрите мои видосы и я там четко все рассказываю да для того чтобы вот эти вот винты съесть то есть это стекло суда сыграет это туда но стекло не сломается она на герметике сыграет и будет хорошо то есть это намеренное действие как бы разделение дна на несколько частей вот шовчик такой делается ну вот таким шпателем он синенький но я вот этим вот делал таким вот так вот для того чтобы это все сделать красиво выложите какой-то вот такую штуку ровненькую но у меня в данном случае этот уровень на одной рукой его держите а другой так по нему и очень-очень такой круги смотрите это конечно все эстетика только для эстетики в принципе то есть для себя я бы не делал такую штуку я просто бы ему вот срезал вылежу вы как герметик который вылез да не все бы ничего больше бы не делал потому что как бы не знаю она мне не надо куда в некоторых случаях кто-то там может фальш дно какое-то да что и кто под грунт не засыпался под фальш дно необходимым как бы что по нормам то есть вот эта штука как бы будет не нужно вот моем случае я делаю клиенту и как бы хочется чтобы клиенту это все нравилось вот вот эта вся красота как бы чтобы понравилось клиенту поэтому вот такая в голове . но она будет под грунтом лежать на клиент будет знать что там красиво как бы это будет хорошо один очень важный момент который пожалуй пожалуй самый главный да вот тут склейки аквариум это обезжиривание стекол и вот много уже как бы рассказано пересказано но тем не менее в ремонт приносит аквариум и от которых герметик ну просто вот отваливается все это вопрос неправильного обезжиривания ну или возможно еще как бы фигового как бы герметика да поскольку мы эти аквариумы как бы только ремонтируем мы можем лишь предполагать ну одно из двух поэтому я к обезжириванию очень как бы серьезно отношусь я трачу на него достаточно много времени то есть вот эти стекла уже обезжирены ну вот это дно да но тем не менее я вот здесь задевал там задевал пока это значит делал вот эту штучку поэтому я еще раз беру и прохожу ацетоном все вот эту вот мушечку еще раз хотя я там во многих местах и не трогал на вы скажете может быть это излишне да ну я считаю что это не лишний как бы да когда вы там массово какие-то аквариумы делаете ну там дешевые вот эти вот дешманские массово как бы да тогда ну наверное пофигу да как бы чем дешевле сделали тем но нам клиенты как бы платят деньги за эти аквариумы наши аквариумы не дешевые поэтому мы тратим время нам люди за это деньги платят да вот по неску раз там обезжириваем используем качественный герметик ну вот то есть вот эти моменты мы ими как бы не принять не пренебрегаем ну и и я сейчас как бы это не столько для там сама рекламы говорю конечно моя складная корона где-то там лежит я периодически одевают но если вы для себя будете клеить аквариумы да но я считаю что как бы лучше лишний раз пройти и еще раз обезжирить до чем потом в этом месте где-то отлить не до тем более ничего это стоит но ватные диски они копейки стоят да ацетон в принципе ну вот стоит бочка да на там рублей 700 или 800 так это там 3 или 5 литров что-то такое ну вот тут как бы не тот момент на котором стоит экономить да ну и обезжиривание это ацетон никакой не там обезжириватель да а именно ацетон самая легкая фракция да из значит соответственно что у нас из чего он там делается тоже из нефти делать но это самая легкая фракция которая очень хорошо снимает от жиры как бы до жирной пленки и поэтому используйте только ее если у вас на стекле вы видите перед склейкой какие-то еще посторонние артефакты ну типа там знаете долго где-то стояла стекло и такие вот разводы да ну кальциевые такие разводы то вы соответственно их снимаете кислотой любое кислота содержащие вещество например там средства для чистки унитаза там да либо раковина который кислоту содержит любую кислоту ну чтоб вот отъедал этот кальциевый налет берете сначала им как бы потом вытирать и потом ацетоном еще лучше два раза ацетоном как бы да чтобы чтобы уже точно вот ну как видите вот я еще раз прохожу все эти места по нескольку раз и как бы ну на самом деле это тоже рутина рутина на который не стоит экономить не стоит на ней экономить так друзья но установка так вот установка стекол выглядит следующим образом значит вы берете дядю колю на мотивируете его почему его не было потому что андрей иванович его не мотивировал на так берете при сосульку вот это все обезжиренная специально вас не гружу как бы обезжириванием да ну вот это пальчики это с другой стороны если вы тут будете смотреть вот эти места у нас которые нужно они обезжирены ставите вот сюда вот стекло просите дядю колю вот так вот подержать сулю забираете это стекло тоже обезжирена она обезжирена вот так вот раз два три кстати вот эти стекла это аквариум для михалыча для михалыча барбершоп вот эти вот поскольку обезжирены места вы их не трогаете очень аккуратно берете вот так стекло загибаете его отсюда ну главное у конечно не разбить вот и приподнимаете несете его туда где диколе там уже струбциночку заранее готовите я уже туда приготовил и положил и нам сейчас надо их на струбциночку завесить поскольку они углом стоят они уже не упадут ну и так их примерник а тут зафиксиваем не полем вот сегодня диколе спасибо тебе большое и пусть не шутки и боковом друзья вы знаете да что за спасибо это тоже зарплата и и это зарплата нет спасибо это зарплата а еще лучше спасибо это хорошее дополнение зарплате но всегда приятно когда ты спасибо говоря так на что друзья еще одно стекло я обезжирил я прям дальше по одному стеклу и также вот его обезжирил вот эти места потихонечку отрываю сюда и главное не задеть вот эти вот края и уже мне никто в принципе не нужен для того чтобы составить остальные стекла это делается достаточно просто вообще должен сказать что аквариум это такая на самом деле простая конструкция ну не сложная чё там несколько стекол составленных правильном порядке обезжирена все но как бы по-честному да и все чего как бы ну и единственно что конечно он углы все должны красиво как бы быть выведены правильно все то есть это это не космический аппарат никакой вот это не не какая-то вещь которую надо там я не знаю высчитывать там на кульмане там прорисовывать еще что-то да есть определенные расчеты там длины высоты до ребра стяжки как они должны быть но чтобы вот эти нагрузки рассчитать на поверху нагрузки рассчитать по низу вообще как бы не надо никаких нагрузок насчет рассчитывать и все то есть ну вот таким вот образом все достаточно просто единственное что те кто постоянно клеит аквариум у них конечно уже рука набита он там в 1 1 1 это у него как бы уже делается на автоматике и поэтому там герметик не успевает засохнуть там ну и так далее то есть это как бы все красиво выглядит шовчики как надо красивый вот таким вот образом это не сложная конструкция ну и вот у меня открылась еще одно стекло я его сейчас обезжириваю и сюда прилепляю друзья все стекла я поставил сейчас вот самый такой вот интересный этап один тоже из интересных этапов это сборка собственно его на ну здесь стараемся стекло более-менее ровненько поставить я имею ввиду вот здесь вот в одну линию а здесь вот я ослабляю вот это стекло чтоб она у меня сейчас двигалась дело в том что я сейчас буду внизу выводить прямой угол на вот это вот все делать ну вот с этой штукой достаточно просто это делать просто придавить как бы да да вот этого стекла по стекло уедет получается сколько надо ну и вот те все и они вы еще в одну линию стоят вот эта штука удобно тем что она широкая понимаете это не просто уголок до который плоский а именно вот она то сколько получается фанера там миллиметра сантиметра 2 наверно да что я могу как бы давить вот здесь вот как бы это стекло чуть туда получается ты я сейчас беру вот здесь вот я выставлю выставил ну одну ли в одну линию вот эту вот да чтоб она по стеклу вот здесь вот ехал чтоб не так как не так а вот именно по стеклу и сейчас я чуть поддавливаю поддавливаю до вот этого стекла у меня это стекло туда вдавилась как бы и все и все хорошо ну вот видите здесь зазорчик какой надо здесь сейчас такой же зазорчик выставлю единственное для того чтобы себе упростить работу да ну вообще как бы у меня такие вот тут в наборчиках есть вот крестики крестики полтора миллиметра полтора и два вот есть но я хочу полтора соответственно я беру полтора миллиметра вот полтора а это единичка вообще его на фиг не надо и сюда вот вставляем один не сюда 2 получается чуть не стекло надо раскрыть понимаете да вот таким вот образом то есть сейчас у меня вот эти вот два одинаковых шва и они в одну линию поняли да то же самое я сейчас делаю там и проливаю сегодня получается вот эту вот сторону вот здесь он проливает и там проливаю то есть где-то здесь вот до сюда проливаю все у меня вот эти уголки завтра я когда приду вот это стекло и вот эти уголки как бы да они будут зафиксированы то есть по низу у меня полностью будет зафиксирована по им а сверху у меня струбциночки фиксирует его я могу здесь так их раздавить так как бы как хочу друзья мои еще один маленький такой секретик которым тоже можете пользоваться это вот как раз людям которые хотят сделать аквариум ну и бояться там по каким-то причинам что-то там испортить вот чтоб ничего не испортить берете вот такой скотч бумажный да вы уже выставили его видите да вот так вот прилепляете сюда и как бы подтягиваете вот это стекло вот к этому стеклу ну и фиксируете его оно на одной линии находится здесь вот чопик вставлен то есть он даже если вы поддавите как бы он это вот расстояние но не изменится поняли на здесь так же делаете и по кругу также но здесь соответственно вот с этой стороны простите пожалуйста я съел вкусную печеньку так вот натягиваете вот ну и стекло соответственно сюда поправляйте чтоб она в одну линию здесь стоял поскольку пальчиками будете не боитесь также с этой стороны вот суда и с этой стороны вот суда ну собственно все здесь тоже по линии выравниваете все эти штуки в принципе вам больше не нужны у вас даже вот эти вот крестики вылетать не будут который там потому что они как бы ну сдавлены вот этим скотчем вам единственное останется что проверить вот эту прямую линию ну то есть сейчас туда как бы герметик если запихать ну вот в эту щель как бы сейчас будем запихивать герметик да и это стекло может сюда выйти вот берете вот эту штуку просто после того пролили ну и как бы раз ее это промеряйте чтобы она в одну было вот потому что вы не только же будете как бы герметиком проливать а еще потом шпателем будете галтельку делать ну либо пальцем если у вас там скотчина как бы налеплена да все равно как бы давление кот на стекло будет и она может сдвинуться друзья самом деле вот уже довольно давно я для себя открыл такой способ ну как он дно проливать мне он очень очень нравится я беру ну сосок вот это да который вместе с герметиком идет ну примерно вот так вот его отрезают отрезая его стараюсь так ровненько отрезать затем вот так вот ману вот если вы посмотрите я его вот так вот ману получается как бы вот такой сосок и именно им я проливаю дно что я делаю я беру вот этот вот кончик он мне сейчас не нужен прикрут перекручиваю вместо старого того который был тот выбрасываю поэтому когда вам даю ну покупаете герметик вот с этим соском соску соски как бы эти не выбрасывать они ну вход идут как бы я сначала думал нафига и каждому сосок если один накрутил принципе вот идешь там ну два там максимум вода все так прежде чем начать нужно приготовиться во первых нужно приготовить шпатель шпатель у меня где-то вот здесь вот лежит куда-то спрятался вот какой такой вот возьмем вот этот вот возьмем 12 называется и мы будем клеить и обязательно салфетки готовьте заранее что я имею ввиду я имею ввиду их прям вот открыть и повесить куда-то но не обязательно аквариум вешаю вы можете там я не знаю на спинку стульчика повесить еще куда-то ну короче говоря приготовить вот потому что потом как бы получается так что у вас вы герметик нанесли и вас от минимум времени для того чтобы сделать галтельку неважно как пальчиком либо шпателем но у вас не будет столько времени чтобы такие так пойду еще салфеточки там приготовлю пойду еще что-то сделаю все как бы вот у вас нанесли герметик сделали галтельку только после этого можете идти как бы отдыхать все теперь я соответственно так вот такая уголочек и смотрю здесь чтоб он вылез вот отсюда вот он там вылез я дальше пошел то есть смотрите как это вот видите что получилось то есть вот это стекло переднее на она тоже зацепилась за герметик я там поправлю положу побольше гермитоса ну вот пошли проливать льем 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 да 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 там то есть вот я сейчас как бы лью получается на вот это стеклышко снизу определенная нагрузка идет данных герметик раздавливает как бы это стекло от того стекла от дна поэтому в конце обязательно нужно проверить проверить вот этот размер есть тоже вылезло 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 так смотрите здесь чуть-чуть добавим вернутка он дабы вот это закрыть никаких у нас там точечек не было лишних здесь так а здесь все прям идеально как мало лишний герметик выбрасывается уж не знаю там к сожалению и к сожалению я не знаю как на этом экономить я не знаю других способов наложения герметика вот поправляйте все что для завтрашней для завтрашнего продолжения склейки нужно и все как вы видите вот голдель то она такая вся одинаковая все ровненько вот эти вот мазеки они потом когда засохнут легко лезвием как бы снимают почему говорю легко потому что это не торец стекла как он ломаный да и даже не торец не полированная это вот именно поверхность стекла с него лезвием все грамм легко снимается ну главное конечно не порезать сам шов тоже надо руку просто набить все так друзья ну и потом берете вот штучку и проверяете но не вылезла вот но чопик если у кого вопросы есть как бы почему они здесь остаются они потом же как бы ну там у нас обезжирена когда мы их вытащим жир никуда не денется этот шов и этот 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 все надо будет обезжиривать заново то есть они обезжирены конечно все равно за ночь там пыль упадет еще что-то попадет эти также вот внутренние которые завтра будем по дну проливать также точно то есть это такая вот рутинная работа но она должна вот четко четко по правилам происходить если все эти простые правила соблюдены все в порядке будет с аквариумом прослужит очень очень долго друзья результат работы первого дня понимаете да они склеиваются вот все у нас это получается как струбцитка такая пониже завтра она засохнет соответственно все будет хорошо друзья мои второй день изготовления аквариума но чего мы делаем мы берем вот эти вот отрываем все они нам не нужны до первым делом убираем вот эти штуки и вытаскиваем оттуда крестики раз крестика два крестика не убираю потому что мы их вот здесь будем сейчас втыкать когда будем выставлять правильно дядя коля вот видите дядя коля с нами поддерживает нас ты какой прямой прямолинейный ты какой-то друзья мои следующим этапом это выравнивание верха давайте посмотрим видите да низ у нас все зафиксирован сейчас нужно нам вверх вверх что мы делаем мы делаем вот так чтобы здесь у нас была одна линия вот так вот соответственно вот соответственно там какие-то были напряжение снимаем их делаем в одну линию и фиксируем так здесь также вот зафиксировали в одну линию здесь также раз два все у нас вот здесь вот линия линия здесь и линия здесь так теперь берем вот наши крестики и вставляем их вот сюда раз крестик и фиксируем обязательно фиксируем здесь фиксируем здесь здесь проделываем то же самое вставку все ням 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 то есть вот с крестиками то просто какая-то как обяка зафиксировали все фикс фикс везде фикс теперь можно эти крестики убрать убрать и обезжирить сейчас заново все это обезжириваем как хотя я говорил что он уже бежит то есть вот те вот эти две до эти вертикальные и там тоже обезжирим обязательно обезжирю друзья еще раз повторяю что это важно это самое важное в аквариуме когда его делаете лицо да и это самое было иван купительное слово сейчас делаем вертикальные швы не на меня так ну чё погнали шовчик еще с этого бокса с этой стороны сейчас я сейчас перейду лень на обезжиренной поверхности Вот эти камеры 4К, почему такие дешевые? Потому что они не 4К. Ухомиться? Ухомиться, да. Я понял. Эй, вибраку. Ухом. Тем-то, кухонницу. Держи, я все равно это буду делать. Угу. Математически делать V4К. То есть полк в эдетах в 2 раза больше точек. В 3. Ну и получается это изображение в 2 раза больше. Плотнее, плотнее изображено, да? изображение 4k а фактически это самое хэдэпом не такой хреновый настоящий 4к наверно денег как гоупру нет вот здесь у кого есть какие-то честные заряжают новый пистолет сейчас смотрю так продолжаем продолжаем улыбаемся еще снаружи здесь же сюда встать ну это чтобы вот эту галтельку забить да она же прям вот такими вот туда получается ну да она роли была теперь все подбить второй будешь до убить? второй будешь до убить? подрезать девушку можешь изнутри смотреть оператор какой-то вообще ты кренул и школяк 360 оператор до 360 да да там где-то учился по ходу делся опа ну вот ровненько подрезалась сейчас второй проход, чтобы явная граница была в подрезке а потом лезвие срезается ну вот ты правильно сказал да, явная граница она вот С3, вот видишь, что здесь вот граница уже ну то есть вот эту я срежу как бы а там как бы четкая граница со стеклом а сейчас вот хитрая такая штучка надо чтобы скользил в спальне да, 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 да чтобы он не тянул за собой, да он иначе будет тянуть за собой, да и получается будет сам от того, что он будет дергаться сама это тоже будет вот ну еще раз ну еще раз да не, не, не все поросли не нас и стекла тоже снять мазинка на стекле это они есть хорошо все, и теперь уже окончательно пропал вот это все рука не дрогнула бойца да и тут главное не дрогнуть прям до конца это и вот сверху там покажи я не вижу вертикально камера поставила сверху вниз ну вот ровная граница все видно сейчас осталось подвести вот 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 получается вот так сейчас здесь подвижу нет нет, я сам шок на внешне меня вообще отдельно ну а поскольку здесь я уже прошел как бы герметиком да, залил вот этот шок то есть я сразу брызгаю потому что у меня ну там где шок там где герметик прилипает к стеклу уже брызгалка не попадет ну первый раз просто убирают вот легонечко так совершенно а второй раз уже с нажимом иду Коля, перестанешь добыть что-нибудь ну бля, вас упросил деду Колю снять а то самому да, а то дедя Коля там бездельничает бездельничает абсолютно так и сегодня день электрики ага а не электрика деде Коле сегодня так ну и все последний раз в чистую покажу вот так и бяки убрать ну вот и внутренний шовчик видно что он ровненький да, ну тут еще надо вот показать ну и вот уголочек я тоже стираю вот так вот только раз на вот этом стеклах не боилась я сразу убираю чтобы потом все и вот его показать вот так вот тоже идеальный как бы такой вогнутый как бы такая штучка получилась штучка галтыльчик кофе какого это внутреннее галтыльчик а сам друзья результат второго дня работы вот в таком виде баночка ну и завтра здесь ребушки как бы станут и все то мои хорошие следующий день 3 вот так вот это все выглядит струбциночки я снял и вот что у меня в руке вот такое лезвие как вот это все убирать да вот так вот это все убирать берете вот так вот лезвие вот видите вот этот уголочек он сюда убирается и поэтому я не могу повредить этот шов и начинаю чистить вот таким вот образом такими движениями лезвие естественно лучше брать нехороший вот таким вот образом все и весь аквариум я вот так вот прохожу да это рутинная работа нужно конечно не повредить вот эти вот швы сделайте это вот так вот как-то до чтобы ну вот так вот не делаете как бы чтобы не повредить вот делать вот такие вот движения это такая рутина как бы которая занимает тоже времени достаточно очистить такой аквариум наверно ну час где-то примерно примерно в районе часа займет зато потом он будет красивым но кто-то тратит этот час на наклейку там скотча да я трачу этот час но на то чтобы его почистить вот плюсы и минусы я уже как бы и того и другого как бы момента как бы выкладывал у нас есть ролики до отличие там шпателя от скотча то есть но чисто эстетические там такие моменты да ну и практически кое-какие есть это при скотче имеется ступенечка да вот это когда скотч отбираете и вас герметик идет вот так вот здесь ступенька под которую которую вы постоянно будете шоркать тряпочкой она будет отлипать как бы вот есть такой минус в остальном никаких как бы минусов других у скотча нет ну и еще как бы минус это то что все равно вы его как бы ровненько не наклеить и плюс минус туда сюда как бы будет спать или все-таки как бы это одинаковый и ровненький уголочек получается абсолютно одинаковый по размерам я имею ввиду вот отсюда до до вот сюда от стекла от края стекла до края шла вот все сейчас где-то час трачу он у меня будет готов и сегодня я хочу завесить вот у меня стоят эти ребрышки вот здесь вот ничего осталось ребрышки как так Друзья, ну и брызгалочкой, как обычно. Собираем герметик лишний. Здесь я использую вот такую вот галпельку. То есть такая полукругленькая будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как бы образ жизни практически. Ну, надо вот клеить аквариум. Вот Андрей Иванович клеит аквариум. Иванович клеит аквариум, да. Видите, вот в данный момент он этим вот... Да, и прямо вот даже не могу остановиться. А я потом, допустим... А я управляю аквариум уже потом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть у вас какой-то заказ, и вы его исполняете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в основном офисе. Ну, не только. Вот Андрей Иванович сейчас клеит аквариум Сахалин, вот например. Из Сахалина заказали. Не, это не Сахалин. Нет, это не Сахалин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, это не Сахалина. Диана Мда и Стех этому я не приехал. Дworth, всё, что и Спирло не приехал. Ну, заказали-то. Зато воркусом отправили. А как называется сша? Что? Диана Маша? Полушка был НЕ Аквариум. я уже знаю даже благодаря так и чё так друзья ну вот результат 3 дня вот так друзья ну все вот на четвертый день я пришел стеклышки уже все стоят как надо соответственно я вот эти убираем штуки и мне оторвать бумаги снизу ждет дядю колю придал крышечку сделали вот я и нас тут еще раз покажу что я использую вот такие штуки зрители это орг стекло такой толстый кусок нашел на помойке тут прямой углу очень удобно раз прилетел на нужной высоте и положил на него эти стекла так что вот но в принципе можно из дерева такой вырезать там из фанеры как бы толстый да и также точно пользоваться этим также точно завешивать вот эти штуки я все аквариум готов вот он вот такой красавчик собственно говоря ждет крышечку крышечку делать дядя коля дело в том что пластик есть тоже как бы станок режет да и вот сейчас на станке там где-то нарезается значит от четвертый день вот все как бы снято все бумажки сняты и так далее ждем ждем только крышечку он как крышечку делают эти колю ночью сегодня собирал вот и поэтому я ее не показал простите меня пожалуйста но вот показываю вот таких условиях он это все и мне пришлось его выгнать оттуда потому что там занят стапель ну выгнать добром смысле слова куда там занят стапель вообще вся комната занята как бы пылить нельзя поэтому сюда 2 стапель перенесли как бы и здесь собираем вот фреза ручная и я да интересная вещь оба страшно подсветочка есть обороты регулируются это всякие вот выпил делать вот такие вот под водой а ты какую-то делал ну как шаблончик да по нему вы пиле у меня первый раз вы не получилось вот так вот завтра еще вот клиенту привезу поставлю так на свету как бы я хочу показать крышечку пока она отверг ногами а то как-то не осветил в предыдущем видео вот видите как у буртик у нее до бортик здесь как вот он туда это наш скверт ногами то есть вот здесь как бы вода всякая вода есть она или там пар капельки да они стекают туда внутрь аквариум для этого вот этот бортик и сделан ну здесь вот сделаны эти для фильтра все можно поднять с аквариума и обслужить его сейчас у клиента соответственно ну вот это верхняя часть она такая здесь закрываешь сейчас у клиента ее разберу ну и вам это все покажу я вот аквариум куда у нас приехал такое давай крышечку это у нас подставочка подставочку мне сказали что это ювель 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 так сосульки забираем да ну вот сейчас крышечка у нас тут придет ты куда крышечку то дел здесь есть он держит давай аккуратненько она у нас вот так вот и вот эти вот отверстия у нас получается здесь что уберем пленочки вот так вот а еще там это композитик это крышечка на это крышечка разбираем композитик это хозяин этого аквариума тоже счастливое лицо но его залить надо слить и потом заливайте уже сразу то есть залились лилии сразу заливать чтобы за пуль всяко там когда делается просто здесь мыльный раствор используют мыло убрать можно сначала воды налить потом красоту делать можно сначала красоту но обычно сначала грунт ложат а потом наливает воду до было просто ну поменьше муки было и все такое тоже бывает давай это у нас получается вот так вот кормушечка должно подойти не подходит аж обшиблись элементов шиблись миллиметром этот дядя коля он solidworks у нас еще не научился нет тебе дядя коля и закольки привет ты смогешь обрезать да да это кормушечка просто надо теряться моя баночка да косичок дядя коля косичок понимаешь программе рисует еще они не все видимо эти как они допуски там же фреза тоже там толщину определенную метод это все красиво баночка что тут будет по плану небольшой вот так коряжка есть камушек какой-то скейп будет посмотрим что получится ну грунтка шла на рыбке разные разные мелкие которые живут друг с другом и не ссорятся мирные домики нос и глупешки данью два сомика обязательно как у тебя такие пылесосик они такие прикольные они права такие вот вот такие вот у меня клиенты все короче который мирных люблю рыбок любят они они все добрые хотим в общем большую банку крупную коряжку крупные камешки типа скалу справа мелких это сердце не там по светильник чё за светильник можно сейчас покажу один такой модный модный вы найти вы что есть дышка и к нему 2 это 2 это собственно это план а это просто они с разным спектр слушать а я хочу увидеть как они нужны не 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 на аквариуме ну мы приезжай не вот так и не может скинуть там видосик ладно мне просто клиент сейчас есть один большой а я просто вот в этих светодиодных не очень когда но сейчас плавают как бы у них насколько они мощные на может придется завтра менять ну крышки высокий поэтому давай я возьму одну крышечку и тебе ее допилю и привезу у меня просто но у нас врезаясь все это сам давай тогда заберу а вы заскочите просто заберите прошу это ну то это такой добрый косяк ну как бы не со зла сюда они встанут ты вот но я понял да они у тебя на этика я просто думал как решить этот вопрос они тут не рассчитаны под них вообще да нет тебе надо знать что сделать сюда какой-то этот самый пвх кухонь да и на нее прям ставить шапана суда как бы оперлась ну такая плоская грубо говоря такая вот и все и туда пройдут по высоте не прекрасно проник на если что я чё предлагаю я предлагаю ко мне приехать эти дам пвх размер надо вспомнить короче говоря друзья вы поняли какая баночка будет такие приветливые люди здесь вот она эта баночка вместе со мной короче говоря на нас подписывайтесь ставьте нам лайки обязательно ставьте лайки и подписывайтесь и все друзья пока нифига не пока вот как он светлый надо мы здесь сделаем крепление вертикально и сюда вот я просто не знал что у них такие светильники ну мы то есть это не оговаривали вот и он здесь вот будет стоять опираться одной частью суда другой суда как бы ребром и лампа по ней просто будут ездить будет красиво все на этом все ну вот так пока растение приживаются рыбки плавают вообще тут вот без проблем было все там сайки меченосов пока нет лабио данюхи малинезии неоны купи гупи в общем много рыбок маленьких какие хотел